Рождественская ночь Праздничного богослужения, которое состоится в главном храме Русской Православной Церкви, а совершит его святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Ежегодно в эту ночь православные люди спешат в храмы, дабы прославить пришедшего на землю спасителя мира, провести время в совместной благодарственной молитве и поделиться рождественской радостью друг с другом. Сегодня же многие из вас по различным причинам вынуждены оставаться в своих домах. Но, как свидетельствует Церковь, для молитвы нет никаких преград и расстояний. Никто, по слову апостола Павла, не может отлучить нас от любви Божией. Благодаря прямой трансляции у нас с вами есть возможность соучаствовать в этом богослужении, молиться вместе с патриархом, созерцать красоту и величие рождественского торжества. Духовно мы едины, хотя и находимся в разных местах. Мы едины, ибо связаны узами любви Христовой. Мы едины, потому что не ложно обетование Спасителя, сказавшего «Я с вами во все дни до скончания века». А сейчас, по традиции, с пастырским словом, из алтаря Храма Христа Спасителя к вам обращается предстоятель Русской Православной Церкви, его святейшество, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кирилл Всех вас, мои дорогие братья и сестры, я сердечно поздравляю с великим и святозарным праздником Рождества Христова. Этот праздник исполнен очень большого смысла, который простирается на нас. Этот смысл не принадлежит только прошлому. Он всегда актуален. И вот почему. Придя в мир, Господь освободил людей от той ответственности и от тех долгов, наложил на людей некогда совершенный грех прародителей. Мы знаем, что иногда преступление, совершенное родителями, влечет за собой необходимость материальной компенсации. И если родителей уже нет, то эта материальная компенсация может быть осуществлена за счет средств детей, тех, кто унаследовал имущество родителей. Вот примерно то же самое произошло и с грехом. На заре человеческой истории грех был совершен, но он не был прощен, он не был искуплен. И поэтому последствия греха распространились на весь человеческий род. День, который мы сегодня празднуем, день пришествия в мир Христа Спасителя, означает то, что действительно пришел тот, кто спас весь род человеческий. От этой ответственности и от необходимости компенсировать потери, которые род человеческий понес через совершение греха. А кто же все это компенсировал? Сам Господь Иисус Христос. Он, придя в мир, принял на себя, будучи безгрешным, грехи всего человеческого рода и скупил их страшным наказанием. Казню мучительной, зловещей казнью, которая несла не только физические и моральные муки, но являлась также, как бы, позором для всего рода человеческого, а тем более для той самой восточной культуре, в которой и произошло это чудовищное преступление, распятие Христа Спасителя. Господь искупил наши грехи. Он принес всему роду освобождение через рождение в Вифлееме младенца, Бога-человека, ставшего Спасителем человеческого рода. Вот такое великое событие, пахальное, наверное, самое главное событие во всей человеческой истории мы сегодня и празднуем. И я хотел бы, обращаясь к вам, в первую очередь пожелать вам от Господа, от Его милости, благодати, мира, спокойствия, любви, здоровья, всего того, что необходимо нам в нашей повседневной жизни, чтобы прекратились войны, междоусобные брани, в том числе и на территории исторической Руси, чтобы действительно мир и справедливость и покой воцарились в жизни людей, ну и, конечно, в жизни каждого, чтобы мир был между родителями и детьми, между мужем и женой, действительно, между братьями и сестрами. Мы имеем право на такой мир, потому что сам Господь пострадал именно для того, чтобы искупить грехи и дать возможность людям наслаждаться миром, радостью, покоем и счастьем. Нам только необходимо стать наследниками этой великой победы Христа над грехом. Через нашу веру, через добрые дела, которые мы должны совершать, через молитву. Я желаю всем вам, мои дорогие, еще и еще раз мира душевного, здоровья, радости, исцеления болезней, согласия в семьях и, конечно, мира и благополучия всей исторической Руси и нашей стране, России. Пусть благословение Божие пребывает над всеми нами, и дабы через это рождественское богослужение мы действительно могли войти в Новый год, которым, надеемся, будет более мирным и спокойным, чем год предыдущий. С праздником Рождества Христова всех вас сердечно поздравляю! Сегодня, благодаря этой прямой трансляции, Церковь имеет возможность поделиться радостью праздника со всеми вами, уважаемые телезрители. Она поддерживает всех, кто находится в непростых жизненных обстоятельствах, благословляет пребывающих как в храмах, так и в своих домах, молится о врачах, совершающих подвиг, деятельной заботы о страждущих людях, уповает на то, что Господь посетит ваши, открытые для встречи с Ним сердца, согреет их своей божественной любовью и исполнит неприходящей духовной радостью. Все рождественское богослужение озарено таинственным светом, высиявшим в Евлеемской пещере уже более двух тысяч лет тому назад. Само богослужение помогает нам духовными очами зреть чудо Рождества Христова, события, положившего начало христианской эре и изменившего весь дальнейший ход мировой истории. Радуясь о родившемся Бога-младенце Христе, Церковь воспевает ныне «Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». Царские врата открыты, патриарх и сослужащие с ним выходят в центр храма. Патриарх останавливается на специальном возвышении, которое называется кафедра. И сейчас начнется служение торжественной всенощной, состоящей из повечерия и утренней, и божественной литургии. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Благословен Бог Звучит торжественное песнопение «С нами Бог» на музыку духовного композитора священника Василия Зиновьева. А песнопение исполняет хор Храма Христа Спасителя под управлением Ильи Толкачева. Звучит торжественное песнопение «С нами Бог» на «С нами Бог» на «С нами Его» на «С нами» на «С нами Бог». Церковь свидетельствует о чуде Боговоплощения и вместе с тем призывает каждого человека откликнуться на вечный, божественный зов, жить по совести, творить добрые дела, усердно трудиться во славу Божию и на благо ближних. Церковь свидетельствует о чуде Бога. Святой апостол Павел, все мы его дети, а значит в нем и через него родные и близкие друг к другу. Церковь свидетельствует о чуде Бога. 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 В основу песнопения «С нами Бог», которое продолжает звучать под сводами храма, положено пророчество Исаии. Этот пророк, живший за 700 лет до Рождества Христова, возвестил будущее рождение спасителя от Девы. Пророчествовал о многих событиях его земной жизни, а также о страданиях, которые Сын Божий должен будет принять ради спасения рода человеческого. Рождество Боге в Христе Далее хор Храма Христа Спасителя исполняет рождественский тропарь, краткое песнопение, посвященное празднуемому событию. Слово «тропарь» греческого происхождения, «тропос» значит «фигура речи». Это поэтический текст, в котором излагается главная идея праздника. Рождением Твоим, Христе Божий наш, высиял для мира свет ведения. «Ибо те, что прежде служили звездам, воздавая им поклонения, то есть волхвы астрологи, звездой же были научены поклоняться Тебе, Солнцу Правды, и познавать Тебя с высоты Твоего восхода. Господи, слава Тебе!» Солнцем Правды и Востоком с высоты, то есть свыше, именуется Иисус Христос, просветивший людей своим учением. Далее следует исполнение еще одного праздничного песнопения – «Кандака». Когда-то в древности так назывались пространные богословские поэмы, входившие в состав христианского богослужения. Музыка Дмитрия Бортнянского. Музыка Дмитрия Бортнянского. Музыка Дмитрия Бортнянского. Музыка Дмитрия Бортнянского. Далее звучит стихира «Велия», то есть большое и преславное чудо совершилось днесь. Далее звучит стихира «Велия», то есть большое и преславное чудо совершилось днесь. Далее звучит стихира «Велия», то есть большое и преславное чудо совершилось днесь. В храме звучит песнопение, завершающее краткое чинопоследование по вечериям. Это песня святого праведного Симеона Богоприимца, воспетая им при встрече младенца Иисуса, принесенного Девой Марии и праведным Иосифом в сороковой день по рождению в Иерусалимский храм, для посвящения Богу, как того требовал иудейский обычай. «Ныне отпущай, шероба твоего владыка». Музыка Георгия Рютера. Текст этого песнопения взят из Евангелия. «Евангелие» — слово греческое в переводе на русский язык означает «благая, добрая весть». Это главная книга всякого христианина. «Евангелие» — слово греческое в переводе на русский язык означает «благая, добрая весть». «Евангелие» — слово греческое в переводе на русский язык означает «благая, добрая весть». «Евангелие» — слово греческое в переводе на русский язык означает «благая, добрая весть». В православной традиции существует определенная символика цвета. Она касается прежде всего богослужебных облачений, в которые одеты священнослужители. Сегодня цвет облачений золотой. Этот цвет — солнце правды Христа. Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, проси беззаконие наше. Святый, посиди и цели немочи наше. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе. Да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши. Яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения. Но избави нас от лука в огонь. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Возглас произносил митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первой векарей патриарха по городу Москве. Вновь звучит тропарь праздника Рождества Христова. Этим песнопением заканчивается Великое Повечерие, точнее отдельное песнопение из Великого Повечерия, которое было совершено здесь, в Параме Христа Спасителя, в 17 часов, вместе с праздничной утренней. А сейчас будут звучать только отдельные песнопения, наиболее значимые, прославляющие чудо пришествия в мир Спасителя. Вот мы видим с вами на аналое праздничную икону Рождества Христова. Тем временем в храме начинают звучать песнопения «Утренние». Патриарх совершает каждение праздничной иконы. Эта часть богослужения отличается особой торжественностью. Называется «Полиэлей» в переводе с греческого «много милости». Своё название эта часть утренней получила от содержания псалмов 134 и 135, прославляющих «милость Божию». Мы с вами, Великол Патриарх, войдя в алтарь, здесь совершает каждение престола. Алтарь – слово латинского происхождения в переводе на русский язык означает «возвышенный жертвенник». Именно здесь, на престоле, приносится бескровная жертва благодарения всех и за вся. Святая Евхаристия, о которой я скажу чуть позже. Звучит песнопение «Хвалите имя Господня» музыка священника Дмитрия Алиманова. Звучит песнопение «Хвалите имя Господня» музыка «Хвалите имя Господня» Молитва наша, подобно к адильному дыму, возносится к небесам. Рождение Мессии, Избавителя, Христа Спасителя было предсказано Ветхозаветными пророками и ожидалось на протяжении столетий многими поколениями верующих людей. Ныне мы с особой торжественностью вспоминаем это событие. Завершив каждение, патриарх возвращается в центр храма и останавливается на кафедре. Далее звучит «Величание», прославляющее чудо рождения Спасителя. «Величаем, величаем Тебя, Христос, Податель Жизни!» Ради нас, ныне родившегося плотью, от безневестной и причистой Дены Марии. «Величаем Тебя, Христос, Податель Жизни!» Игтия – это такой диалог между дьяконом и хором. В ответ на прошение дьяконский хор поет «Господи помилуй» или «Подай Господи». Яко благословися имя Твое и прославися царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Возглас произносил митрополит Каширский Феогност, председатель синодального отдела по монашеству, наместник Донского монастыря города Москвы. Далее звучит песнопение от юности «Мои я», музыка дьякона Сергия Трубачева. Хор исполняет степенную и степенный антифон. Это песнопение входит в состав праздничной утренни. Они составлены в подражании так называемым «степенным псалмам», которые во времена Ветхого Завета, еще до Рождества Христова, пели проломники на ступенях Иерусалимского храма. А антифон – название, указывающее на способ исполнения песнопения. От греческого «антифон», что значит «противогласие», то есть «петь попеременно, чередуясь на два хора». Мы видим, как протодиакон выходит из алтаря, взяв с престола Евангелие. В каждом православном храме в алтаре на престоле всегда лежит Евангелие. Это благая весть о пришествии в мир Спасителя и о совершенном деле искупления рода человеческого. Прокиммен глаз четвертый из шрева прежде денницы родихтя, Сейчас будет прочитано Евангелие, повествующее о Рождестве Христова. Это фрагмент Евангелия от Матфея, глава 1 стихи с 18 по 25. Но перед чтением Священного Писания, в данном случае Евангелие, в храме всегда следует прокимен. Это слово означает «предшествующую», так как разглашение прокимна предшествует чтению Священного Писания. Господи помолимся, Господи погибай. Возглас только что произнес епископ Звенигородский Феодорит, ректор Московской Духовной Академии. Далее звучит второй прокимен. «Всякое дыхание дохвалит Господа». То есть все живое призвано прославлять своего Творца и Бога. «Всякое дыхание дохвалит Господа». «Всякое дыхание дохвалит Господа». Господи помолимся, Господа Бога молим. Возглас «Премудрость прости» описательно можно перевести так. Сейчас будет возвещаться божественная премудрость. Будем же стоять прямо, внимая с благоговением, глаголом вечной жизни. Иисус Христово, Рождество си тебе, обрученью бы бывшей Матери Его Марии Иосифове, прежде даже не снитесь има, обретесь имущего чревия Духа Святого. Иосиф же, муж и я, праведен сын, и, не хотя и обличите, восходе тай отпуститею. Сия же ему помыслишу, и сия ангел Господень. Во сне явись ему глаголе Иосифове, сыне Давидов, не убойся приятия Мариам жены твоя, родшая бы ся в ней от Духа Свята. Родит же сына, и наречешь имя Ему Иисус, то ибо спасет люди своя от грех их. Сия же все бысть, да сбудется реченный от Господа пророком глаголющим. Сидево во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя Ему Эммануэл. Сия же есть, сказай ему, с нами Бог. Восстав же Иосиф от сна, сотвори, якожа повелеему, ангел Господень. И прият жену свою, и не знаешь ее, донь дежа росни, сына своего первенца. И наречи имя Ему Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Христос Так в русском переводе звучит текст песнопения, в котором начинается исполнение рождественского канона. Это особо торжественная часть утренней. Канон – духовно-поэтическое произведение, составленное по определенным правилам. Само слово канон означает «мера» или «правила». Канон состоит из девяти основных частей песни. Музыка священника Дмитрия Алиманова. Канон, как форма христианского гимнотворчества, окончательно сложился в Византии в восьмом-девятом веках. А над составлением рождественского канона потрудились два брата – Космама Юнский и преподобный Иоанн Дамаскин, жившие в восьмом веке в Дамаске. Определенное влияние на их творчество оказывали произведения церковного красноречия. Так, «Ирмос» первой песни рождественского канона, которую мы слышали недавно, составлен под влиянием слова на рождество святителя Григория Богослова, отца и учителя церкви, жившего в четвертом веке. Слово «Ирмос» означает «связка», «сплетение». Это песнопение связывает между собой песни, основные части канона. Но сегодня, как я уже говорил, богослужение совершается по несколько сокращенному чину, поэтому звучат лишь певческая часть канона. Поются одни ярмасы, а тропари не читаются. «Ирмос» «Т Аминь. Все элементы богослужения, включая убранство храма, возгласы священнослужителей и пения хора, подчинены единой цели – настроить человека на молитвенный лад, способствовать тому, чтобы его ум и сердце были устремлены ко Господу. В богослужениях и таинствах Церкви, которая является местом встречи человека со своим Творцом, нам приоткрывается завеса вечности. И уже здесь, на земле, дается предвкушение грядущей полноты бытия и неизреченной радости Богообщения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Патриарший и протодиакон Константин Барган провозгласил песню, прославляющую Деву Марию. Звучит девятый, ирмос девятой песни Канона. Сегодня мы празднуем величайшее событие. Сын Божий воплотился, принял плод человеческую, человеческую природу, от Пресвятой Девы Марии для того, чтобы уврачевать, восстановить эту поврежденную грехом природу, спасти человечество от последствий греха вечной смерти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Музыка Павла Чеснокова Патриарх, стоя на кафедре в центре храма, осеняет всех молящихся дикирием и трикирием. Это светильники, две и три свечи. Они имеют свою символику. Три свечи символизируют Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, А две свечи символизируют две природы, Божественную и Человеческую, в единой Личности Иисуса Христа. Эту же вероучительную истину исповедует каждый православный христианин, осеняя себя крестным знамением, складывая пальцы определенным образом, три вместе и два прижимая к ладони. Диме Троицу, отца, Сына и Святой Троицу, отца, Сына и Сына, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Освободить их от греховного плена И открыть своему творению Путь к добру, любви, миру и правде Субтитры подогнал «Симон» 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 Всем своим богослужением вводит нас в особую реальность Мы становимся духовными участниками И свидетелями совершающихся перед нашим духовным взором события Мы молитвенно переживаем их Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Великое славословие Этот торжественно хвалебный гимн Завершается пением Трисвятого «Святой Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас» Субтитры подогнал «Симон» 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 Исполни утреннюю молитву нашу Господи Подходит к концу последование утренней Рождества Христова Протодиака Дионисий Приахин Произносит просительную «Ектинью» Слово «Ектинья» греческое в переводе на русский означает протяженное моление И по форме представляет собой своеобразный диалог Протодиака возглашает молитвенное прошение А хор от лица молящихся отвечает на эти прошения «Подай Господи» Отсюда и название именно этой «Ектиньи» просительное Вообще слово «диакон» в переводе на русский язык означает служитель А протодиакон – старший служитель Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны И доброго ответа на страшном судище Христове проси Проси святую пречисую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу И призна Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга И весь живот наш Христу Богу предади Слава Господи! Якоб Бог милости и щедро, Ты человеколюбий, и си Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну Святому Духу ныне и пресно, и во веки веков И вскоре, мы должны следить If the love of youross Клавы, наший L'O Rot Und Y wasn't sh До D века Пйлос-Гоз произносил епископ Зеленоградский савва Заместитель управляющего делами Московской Патриархии Твоя боясь, ежемиловатие, спасательный Божий наш, и Тебя славу восцелаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пристно, и вовеки, веков. Только что прозвучал возглас протопресс-фитер Владимир Деваков, секретарь патриарха по городу Москве. Настоятель храма Большое Вознесение у Никитских ворот. Так, служение Рождественской утренней заканчивается, и сейчас начнется служение Божественной Литургии. Слово «литургия» греческая по-русски значит «общее, совместное или соборное делание». Важнейшее христианское богослужение. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе! Во время литургии совершается таинство Евхаристии, или по-русски «благодарение». Хлеб и вино силой и действием Святого Духа притворяются в тело и кровь Христовы и преподается верующим для причащения в оставление грехов и в жизнь вечную. Слава Тебе, Христос истинный Бог наш, молитвами причистые Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых и праведных Бога Отец, и Акима, и Анны, и всех святых помилует и спасет нас. «Яко благ и человека любит». Эта часть богослужения завершается отпустом, заключительной молитвой, которую Патриарх произнес, стоя на кафедре. И спала эти деспота, то есть на многое лето владыка. «Подателю, приди и вселисимный, и очистенный от всякие скверны, и спаси блажей души наши. Слава Вышней Богу, и на земле мир в человеках благоволения. Господи, у сне наши отверзиши, и уста наши возвестят хвалу Твою. Благословен Бог навсегда, ныне и присно, и во веки веков. Да исправит Господь стопы Ваши, да поменят Вас Господь Бог во Царстве Своем. Всегда, ныне и присно, и во веки веков». Патриарх преподает благословение на начало служения Божественной Литургии. Участвуя в этом богослужении, христианин с наибольшей, максимально возможной для человека полнотой, ощущает благодатное единство Церкви земной и небесной. Получает Божественную благодать, неспосылаемую свыше. «Благослови, Владыка! Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков». «Начальный возглас, который только что прозвучал, и знамения Креста означают, что богослужение будет совершаться во славу Пресвятой Живоначальной Троице и в воспоминания крестных страданий и всей земной жизни Спасителя, которая описана в Святом Евангелии. Царство Небесное начинается уже здесь, на земле, для тех, кто приобщается к вечной жизни через веру, принесение святых тайн тела и крови Христовых, через жизнь по заповедям Евангелия». «Болимся, о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, о пряосвященных митрополитик и епископе, числем Пресвитерстве, во Христоте и автонстве, всем прищей люди, Господу помолимся». По благохранимей стране нашей, власть цепь и воистрия, Господу побоимся. По первокисленным грани нашим, в святом грани стране и верующих в них, Господу побоимся. Прошения мирной ектеньи, произносимые протодиаконом от имени всех собравшихся в храме, обнимают собой все насущные нужды человека, но прежде всего духовные. Хотя церковь при этом не забывает и о простых житейских заботах человека. Сейчас церковь возносит свою молитву о мире всего мира, о благополучии православных церквей сестер, о нашей стране, ее властях и воинстве, о патриархе и о сослужащих ему, о нашем первопрестольном городе Москве, о тех, кто испытывает страдания, кто болен, о тех, кто оказался во вражеском плену. Духовный опыт церкви свидетельствует об особой силе такой соборной общей молитвы христиан. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Великая егтинья завершается возгласом священным служителям. И после этого хор начинает пение антифонов. Как мы уже сегодня отмечали, антифоны – это песнопения, исполняемые попеременно, в подражании немолкающему ангельскому хору, который прославляет Творца. Звучит песня. После первого антифона звучит малая, состоящая из трех прошений, ектинья, а всего антифонов на литургии три. ПЕСНЯ 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 Святые Троицы, прославляли мы Господь и Святому Духу спасли нас. Аки, Аки, миром Господу помолимся. После второго антифона и гимна Единородной Сыне вновь звучит «Малая Екатинья». Приближается момент Малого Входа, который символизирует шествие Иисуса Христа на проповедь Евангелия. Аминь. Як блахой человека любит Бог Иси, и Тебе славу восслаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. До этого момента, с самого начала литургии, предстоятель все время находится на кафедре в середине храма. Во время исполнения третьего антифона, который состоит из пения стихов Псалма и Тропаря Рождеству Христу, духовенство, кроме патриарха и сослужащих ему архиереев, удаляется в алтарь. Песня. 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 В алтаре протодиаком берет с престола Евангелия и через северные боковые двери направляются к патриаршей кафедре. Мы с вами видим совершение малого входа. Это торжественная процессия останавливается на середине храма перед иконой праздника. Патриарх прикладывается к Евангелию и протодиаком разглашает стихи из Псалтири. Премудро прости, из чрева прежде деницы родився, кляться Господь и не раскаяться. Эти стихи относятся к числу ветхозаветных пророчеств о Спасителе. Взирая на Евангелие, как на самого Христа Спасителя, идущего на проповедь, священнослужители поют «Придите, поклонимся, и приподем ко Христу. Спаси ны, то есть спаси нас, Сыне Божий. Рождейся от Девы, поющая ти Аллилуйя». Слово «Аллилуйя» еврейского происхождения в переводе на русский язык означает призыв прославлять, славить Господа. Во время пения Патриарх осеняет собравшихся Трикирием и Дикирием. Служение Божественной Литургии Сойдя с кафедры, первосвятитель направляется к алтарю, дабы там продолжить служение Божественной Литургии. Патриарх осеняет молящихся Трикирием и Дикирием. И входит в святая святых алтарь, взяв в левую руку жезер, символ патриаршей власти. Приложившись к царским вратам, точнее к иконам на царских вратах, патриарх входит в алтарь. И здесь он прикладывается к престолу, месту особого присутствия Божия. Он свершает каждение престола, на котором будет чуть позже совершено принесение бескровной жертвы благодарения. Святая Евхаристия. Алтарь – это часть храма, отгороженная от остального пространства преградой, иконостасом. В алтаре находится престол, мы его с вами только что видели. Согласно древним символическим толкованиям, алтарь изображает собой небо, рай, царство небесное. То, к чему стремится всякий верующий человек. Под пение «Испола эти деспота», что в переводе с греческого на русский значит «на многое лето владыка», патриарх совершает каждение иконостаса и молящихся. Православные традиции граждения совершаются не только перед предметами священными, такими как престол, цветы иконы, Евангелие, но и перед обычными людьми, потому что по учению в церкви каждый человек носит в себе образ Божий. А исполнение на греческом языке некоторых песнопений обычно бывает при архиерейских и патриархских служениях. Это дань исторической традиции, ибо в свое время Русь была просвещена светом Христового учения и восприняла веру из Византии. А там, как известно, богослужебным языком был греческий. Патриарх в алтаре начинает чтение тайных молитв. Они называются так, потому что не произносятся вслух громко или, как говорится, в богослужебных книгах велегласно, а читаются в полголоса. В настоящий момент патриарх просит Отца Небесного, воспеваемого Херуимами и Серафимами, принять от нас, грешных и несовершенных людей, тресвятую песнь, светлое ангельское пение, совершаемое ангелами у престола Божия. Молится также он о прощении наших вольных и невольных согрешений, а также о том, чтобы вся наша жизнь была посвящена служению Богу. Только что прозвучал тропа Рождеству Христову. А далее Духовьянство в алтаре исполняет Кандак, праздник Рождества Христова. Составлен этот Кандак был преподобным романом сладкопевцем, христианским подвижником и гимнаторцем, жившим в V веке. Уроженец города Бейрута, он проходил свое служение в знаменитом храме Святой Софии в Константинополе. По преданию преподобный роман получил от Божьей Матери особый дар – слагать церковное песнопение. И первым гимном, который он составил, был рождественский Кандак – «Дева днись присущественного рождает». Слово «Кандак» тоже греческое, в переводе на русский язык означает такую палочку, специальная палочка, на которую наматывается пергамент с определенными гимнами. Сегодня Дева рождает того, кто выше всего существующего. И земля приносит пещеру неприспытную. Ангелы словословят вместе с пастухами. Волхвы же путешествуют за звездой, «Потому что ради нас родился младенец, предвечный Бог». Музыка Дмитрия Бортнянского, выдающегося композитора 18-19 столетий. «Потому что ради нас родился младенец, предвечный Бог». Господи, молимся, Господи, молимся, Господи, молимся. Господи, молимся, Господи, молимся, Господи, молимся, Господи, благочестивый. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Под виноградом или садом Господним подразумевается церковь, основанная Спасителем. Патриарх осеняет народ Никирии, символизирующим двуединую божественную человеческую природу Иисуса Христа и крестом, знамением нашего спасения. А затем возвращается в алтарь, где проходит на горнее место, расположенное за престолом. Горнее место предназначено для возглавляющего богослужения предстоятеля церкви и своим названием указывает на горний, то есть небесный мир. На горнем месте устроен трон, на котором восседает Патриарх во время чтения апостола. Это книги, которые содержат часть Нового Завета, деяния и послания святых апостолов. Мы видели только что, протодиака подошел к Патриарху и получил благословение на чтение, отрывка из этой книги. Патриарх стоит здесь, на горнем месте. Сзади мы видим Патриарший трон. Именно на этот трон было восхождение избранного Нового Патриарха и престола митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Это событие, интронизация, состоялось 1 февраля 2009 года. Следует обратить внимание, что после разрушения Храма Христа Спасителя в 31 году этот трон сохранился и был перенесен в Троицкий собор Александра Невской Лавры. В Санкт-Петербург и уже после воссоздания Храма Христа Спасителя возвращен на исконное место. Протодьякон Николай Филатов произносит «Прокимен» — это стих из священного писания, относящийся к исполнению пророчества и празднуемому событию. Протодьякон Николай Филатов Павла Галатан Павла Галатан Павла Галатан Протодьякон Николай Филатов Павла Галатан Павла Галатана Павла Галатана Посла Бог сына своего, единородного, рождаема год жены, бываема под законом. Да подзаконная искупит, да взыновление воспримем. Да я коесте, сынове, посла Бог духа сына своего, сердца ваше вопиюща, алла, отче, тем же уже не сираб, но сын, отче лежи сын и наследник Божий Иисус Христом. На русском языке этот текст из апостола звучит так. Братья, когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваше духа сына своего, вопиющего, авва, отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Этот отрывок повествует о воплощении Сына Божия и, как следствие этого воплощения, усыновлении человечества Богу Отцу. А тем временем протодиакон получил благословение Патриарха на чтение Евангелия. От Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12. Евангелие будет возглашаться на середине храма. Благослови, святейший владыка, благорестителя святого апостола и евангелиста Матфея. Бог молитвами святого славного и психвального апостола и евангелиста Матфея додаст тебе глагол благовествующему силою многою в исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. Благослови, святого евангелия, мил всем. Благослови, святого евангелия, чтение. Благослови, святого евангелия, мил всем. Благослови, святого евангелия, мил всем. Будем внимать с благоговением. Иисусу, родшуся в Вифлееме иудействе, Боль дни Ирода царя, все волцви от восток придавшего Иерусалим. Глаголюще, где и есть рождеще царь иудейский, Ведих он во звезду Его на востоке, И придохом поклонитесь ему. Слышав же Ирод царь, смутисься и вся Иерусалима с ним, И собрався первосвященники и книжники людские, Бо прошавше от них, где Христос рождается, Они же рекоши Ему в Вифлееме иудействе. Так обописано есть пророком, И ты в Вифлееме земли Иудова, Ничим же меньшие сива владыках иудовых, Из тебе боизыдит вождь, И же упасеть люди моя Израиля. Тогда Ирод-Тай призывав алхвы, И испытававши от них время явшейся звезды, И посылав их в Вифлеем рече, Шедше испытайте известного трачати, Их даже обрящите возвеститими, Якудаясь шед поклонюсьа Ему. Они же послушавши царя Идоша, И все звездаю же, Видеша на востокце, Идяши пред ними, Донде же пришедше ставерху, Идяши белого трача, Видевши же звезду, Возрадовавшись радостью и велию зело, И пришедше в крабину, Видеша от рача с Марией, Матерь Его, И падше поклонишася Ему, И отведше сокровище своя, Принесоша Ему дары, Златой Ливан и Смирну, И весть приемше во сне, Не возвратитесь ко Ироду иным путем, Идоша во страну свою. Слава Тебе, Господи, И слава Тебе, И слава Тебе, И слава Тебе, Прочту это же Евангелие по-русски. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, В одни царя Ирода, Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, Где родившийся царь Иудейский, Ибо мы видели звезду его на востоке И пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод-царь встревожился, И весь Иерусалим с ним, И, собрав всех первосвященников и книжников народных, Спрашивал у них, Где должны родиться Христу. Они же сказали Ему В Вифлееме Иудейском, Ибо, так написано через пророка, И ты, Вифлеем, Земля Иудина, Ничем не меньше воеводств Иудинах, Ибо из тебя произойдет вождь, Который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, Выведал от них время появления звезды, И, послав их, Вифлеем сказал, Пойдите, тщательно разведайте о младенце, И когда найдете, Известите меня, Чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, Которую видели они на востоке, Пришла перед ними, Как, наконец, пришла, И остановилась над местом, Где был младенец. Увидев же звезду, Они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, Увидели младенца с Марией, Матерью его, И, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, И принесли ему дары, Золото, Ладан и Смирну. И, получив во сне откровения, Не возвращаться к Ирду, И иным путем отошли в страну свою. Песня. 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 Тем временем, Продолжается. Лечение божественной литургии. Звучит сугубое, Что значит. «Усиленное. Прошение Ейтиги». На каждое прошение , Хор трижды поёт , Господи помилуй! Силу и крепость Духа, мудрость совершению трудов, во благо народа нашего, и сотворичнее дико исцеление, страдающим рабом Твоим, прилежно молимся, скоро услыши и поминь. Ищем молимся плодом лосящих и добродеющих во святе и всечественным храме тем, друждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Ягоду поддержавую Твоею всегда храним и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Мы видим с вами, как Патриарх совершает символическое действие, омовение рук. Оно напоминает о том, что приступать к Божественной Евхаристии следует с чистой совестью. Начинается пение Херувимской песни. Патриарх совершает символическое действие. Служение Божественной Литургии продолжается. Звучит херувимская песня, музыка Виктора Калинникова. С праздником Рождества Христова связаны некоторые традиции, которые установились в последнее время. Так в праздник Рождества Христова президент России Владимир Владимирович Путин посещает один из храмов Русской Православной Церкви. А на Пасху он всегда в храме Христа Спасителя. У нас с вами, уважаемые телезрители, есть возможность сейчас перенестись в Подмосковье. В Ново-Огарево, это Одинцовский район Московской области, в храм Спаса Нерукотворного Образа. Здесь, как и в тысячах других храмов Русской Православной Церкви, совершается ночное рождественское богослужение. Только что началось служение Божественной Литургии. Интересное место, где этот храм находится. Селы Огарево и Усово возникли в середине XV века. К концу XVII века, постепенно расширяясь, они фактически слились. После этого в документах периодически появляется другое название сел – Спасское. По наименованию Деревянной Церкви Спаса Нерукотворного Образа 1627 года постройки. В 1765 году на этом же месте была возведена Каменная Церковь, освященная под тем же именем. Церковь была серьезно перестроена в 1940-х годах. До настоящего времени на территории Нового Огарева сохранилась возведенная в 1765 году Церковь Спаса Нерукотворного Образа. Парк с ландшафтом, дизайном и пруды. Сейчас здесь находится резиденция президента Российской Федерации Нового Огарева. О благо растворений воздуха, о изобилии плодов земных и времени хитиньях. Мы слышим с вами произносится «великая» или «мирная» ектинья. «Великая» она называется по числу прошения, а «мирный», поскольку начинается со слов «миром», то есть в «мирном» состоянии духа «Господу помолимся». Ну мы с вами вновь возвращаемся в главный храм Русской Православной Церкви, кафедральный соборный храм Христа Спасителя, который, кстати сказать, посвящен Рождеству Христову. И здесь сегодня престольный праздник. Здесь продолжается служение Божественной Литургии. Совершается Великий Вход. ПЕСНЯ 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 Славы Христиан, да поменят Господь Бога во Царстве Своем всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. Славы Христиан, да поменят Господь Бога во Царстве Своем всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. Диско с хлебом и чаша с вином поставляются на престол и покрываются воздухом. Молитвенное поминовение членов Церкви на Великом Входе означает, что святые дары будут принесены в жертву Богу о здравии и спасении всех поминаемых. Славы Христиан, да поменят Господь Бога во Царстве Своем всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. Патриарх, стоя в алтаре перед престолом, продолжает чтение тайных молитв. А в это время протодиакон произносит прошение так называемой просительной ектинии. Во второй ее части, которая содержит прошение о важнейших духовных благах, желанных для каждого христианина, хор от лица всех собравшихся в храме взывает «Подай Господи». А в это время патриарх молится о том, чтобы Господь сподобил его принести святые дары в жертву духовную и испослал на них, а также на всех верующих, благодать Святого Духа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И далее верующие будут готовиться к возношению святых даров, внушению мира и любви, и исповеданию православной веры. Субтитры создавал DimaTorzok Мир всем! Мир всем! Этот возглас мы уже неоднократно слышали во время сегодняшнего богослужения и говорили о необходимости для христианина иметь мир душевный, особенно в момент совершения величайшего таинства в Евхаристии. Субтитры создавал DimaTorzok Далее звучит символ веры, а в это время патриарх, склонившись перед чашей с вином или дискосом с хлебом, читает этот же символ веры. А священнослужители колебляют над ним воздухом, знак скорого зашествия, благодати Святого Духа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Благодать Господа нашего Иисуса Христа И любви Бога и Отца И причастия Святаго Духа Буди со всеми вами Благодаря Господа Благодарим Господа Господи, неправильно, терпеть и Тебя благословить, и Тебя благодарить, и Тебе поклонять, если на всяком месте владычество Твоего, Ты бы, если Бог не доведен, невидим, непостижим, присноси и також для Сын, Ты единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый, Ты от небытия в бытия нас привелеси, и отпадшее восставил, если паки и не отступил, если вся Творя, донди же нас на небо возвелеси, и Царство Твое даровал, если будущее. Мы ненадолго покидаем храм Христа Спасителя и переносимся в храм Спаса нерукотворного образа, в Ново-Огарево. Мы с вами видим, сейчас президент России Владимир Путин ставит свечу перед иконой Рождества Христова, а в это время звучит тропарь Рождеству Христову, прославляющий чудо пришествия в мир Спасителя. После тропаря звучит контакт праздника Рождества Христова. А тем временем в храме Христа Спасителя звучит милость мира. Музыка Александра Костальского, Александра Никольского. Примите, едите, сие есть тело мое, ежезавыломимое восставление грехов. Паду мне чашу повеченному глаголю. Пейте от нее вси, сия есть кровь моя, Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемое восставление грехов. Поминающего спасительностью заповеди, в тяже нас буша, крест, гроб, предневное воскресенье, на небеса восхождение, десное сиденье, второе славное паке пришествия. Твоя от Твоих, Тебе приносящая, о всех и за всех. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим. Им, Господи, молимсяся, Божий наш, Боже, очисти нас, грешен и помилуй нас. Боже, очисти нас грешно и помидуй нас. Еще приносимся словесную силу и бескровную службу, и просим, и молим, и милые святые, и спасли Духа Твоего, Святаго, на ны и на предлежащие дары сия. Господи же, пресвятаго Твоего, Духа, в третий час апостолом принес по славу, Того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящих Тися. Господи же, пресвятаго Твоего, Духа, в третий час апостолом принес по славу, Того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящих Тися. Господи же, пресвятаго Твоего, Духа, в третий час апостолом принес по славу, Того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящих Тися, «И сотворил бы хлеб сей честное тело Христа Твоего, А ежев чаши сей честную кровь Христа Твоего, Приложив Духом Твоим Святым». Силою, действием, наитием Святого Духа совершается величайшее Таинство. Хлеб и вино притворяются, становятся телом и кровью Спасителя. Верующие поклоняются Святым Дорам, как самому Господу. Вот и вскоре, прятаясь к Ц災у, Проповедницах, Евангелистих, Мученицах, Рисповедницах, и о всяком духе праведном, вере, скончавшемуся. Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице Нашей Богородице и Присно Деве Марии. О святом Иоанне, пророце Претечи Крестителя, о святых славных и всеквальных апостолах, о святых их же память совершаемой, всех святых твоих, их же молитвами посети нас Божией, помни всех усопших, о надежде воскресения жизни вечной, помни Господи Святейшие, Преснопамятные Патриархии, Сергия, Алексия, Пимена, Алексия, Преснопамятных рабов твоих, митрополиты Никодима, Дима, брат Ирея Михаила, Раису, Ирея Василия, Параскеву, и Варвару Михаила, Владимира Татьяну, и всех, где над нами поминаемых, и упокой их, где пресущает свет лица твоего. Еще молимте ко мне, Господи, всякой епископства православных, правоправящих слогов и истины, всякое присвитерство во Христе, дьяхонство и всякий священнический чин. Еще приносимте словесную сию службу о вселении, о святей соборной апостольской церкви, жив в чистоте и честном жительстве пребывающих, о богоракониме стране нашей, о властях и воинстве и одашь тем, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Хор исполняет песнопение в честь Божьей Матери. Божьей Матери. ВОЛНИЕ Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Завершается эта молитва волосом протодиакона и всех и вся, то есть всех живущих, мужчин и женщин, памятная церковь. Благодаря имя Божественной Литвы Георгии. Блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, их же даруй святым Твоим Церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твоей истины. Благодаря имя Божественной Литвы Георгии. 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 Архиепископе, к епископе, и о всем священничествами и на чистом чине, о богохранимей стране нашей, о властях воинств и народе, о мире всего мира, о благосостоянии святых Божьих церквей, о спасении и помощи с отчанием и страхом Божиим труждающихся и служащих. О исцелении в немощах лежащих, о успении ослабе блаженней памяти и оставлении греков всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и о ежекиждом помышлении. Славите, воспевайте, причестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и вовеки веков. Песня. 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 вечности ходатайствуют за нас пред Богом и подкрепляют наши прошения своими горячими молитвами. Во время просительной диктенье Патриарх молится о том, чтобы Господь сподобил молящихся достойно причаститься святых тайн в оставление грехов и в жизнь вечную. Исподоби нас, Владыко, с одерзновением неосужденно, смейте призывате Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголоти. Пусть наш, и женись и на небесах, наследится имя Твое, добрые царствия Твое, Твое, добрые царства Твое, добрые царства Твое, Исподоби нас, и женись и на земле, и мы оставляем должником нашим. И не нервити на Твое искушение, но и твое, по созвукам. И так только что прозвучала молитва Господня, Отче наш. Благодатью и щедротами, и человеколюбием, Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, Со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пристно, и вовеки веков. Святая Святым Приближается момент причащения. Возглас Святая Святым напоминает о том, что к святости призван каждый христианин. И даром Святой Апостол Павел в своих посланиях именует первых последователей Спасителя святыми. Кроме того, этот возглас служит напоминанием о том, что святыня, тело и кровь Христовы, преподается тем, кто очистил свою душу покаяния в таинстве и исповедении. Царские брата затворились, и сейчас в алтаре будет совершаться причащение священнослужителей. Алтарь в это время символизирует Сионскую горницу, в которой Господь на Тайной вечере установил таинство Евхаристии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 В святки, впрочем, как и во всякое иное время, а в эти праздничные дни особенно, люди призываются светить, то есть освящать праздник добрыми делами. Рождественское послание Господи, архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова. В эту светлую ночь радуется все творение, ведь приближается и приходит ныне Господь, ожидание народов и спасения мира. Пришествие Спасителя долгие годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь со своим Создателем. Забывшие, как это радостно, ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать совсем рядом Его глаз, иметь возможность обращаться к Нему и сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопасности, потому что Господь рядом с тобой. Именно этого ощущения безопасности, защищенности и спокойствия нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие все еще вносит свои коррективы в нашу жизнь. Когда трудно что-то прогнозировать и строить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит напряжение и вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах мы особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший Божий дар каждый новый день, поняли, каким тяжелым бременем становится вынужденное одиночество и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими. Взирая ныне на лежащего в яслих младенца Христа, на его причистую матери праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел. Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов своей жизни тоже находилась в стесненных обстоятельствах, в чужом городе, в пустынном месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался ей прекрасной палатой, потому что ее сердце переполняло любовь к Сыну и Богу. Эта любовь преображала все вокруг, и Пречистая Дева не замечала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность к новорожденному младенцу позволяла ей вменять трудности ни во что и видеть благой промысл Божий во всех обстоятельствах, которые не спаслал ей Господь. Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний, Когда, например, во время изоляции многие, даже родной дом, воспринимали как тюрьму, впадали в уныние и видели все в черном цвете. Мысленно предстоять сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пребывает все творение, и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой Тресолнечной Зари. Ощутим себя окруженными любовью Божией и объединенными вокруг Христа. Сбросим с души оковы боязни и недоверия, тревоги и отчаяния. Услышим глаз Сына Божия, который приходит на грешную землю и призывает к себе всех труждающихся и обремененных, обещая им покой. Приходит и научает нас жить так, чтобы утраченное райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше, чтобы человек мог непостижимым и таинственным образом соединиться с Господом. Родившийся на земле Царь Небесный уже все сделал для нашего спасения. Нам остается только принять Его любовь и ответить на нее своими поступками, жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его отеческих рук обильные щедроты, но и с твердым упованием и доверием Ему преодолевать те или иные сложности. Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. Никто не отлучен от соучастия в этом ликовании, свидетельствует святитель Лев Великий. Ведь повод к радости общий для всех. Пусть жалекует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение. Господь да не спошлет всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающую радость и бодрость Духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем шествии стезей спасения. Аминь. Кирилл, патриарх Московский Евсея Руси, Рождество Христово, 2022 год, Москва. Рождественское послание патриарха Московского Евсея Руси Кирилла, архипастерем, пастерем, диаконом, монашествующим и всем верным чадом Русской Православной Церкви, огласил клирик Храма Христа Спасителя, протерей Андрей Морущак. Тем временем царские врата отворяются. Возглас Протодиакона обращен к тем, кто собирается приступить к святой чаше. Патриарх Московского Евсея Руси Кирилла. Патриарх Московского Евсея Руси Кирилла. Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите. Начинается причащение мирян. Приступая к святой чаше, осознавая свое недостоинство, и люди веруют, что в ней пребывает истинное тело и истинная кровь Христовы. Торжественное ночное рождественское богослужение подходит к концу. Возвещая людям благую весть о пришествии в мир Господа и Спасителя, Церковь на протяжении двух тысячелетий призывает людей уверовать в Христа, обрести спасение и наследовать жизнь вечную. Она неизменно предлагает следовать путем духовно-нравственного преображения, которое достигается исполнением евангельских заповедей через добровольное соработничество человека и Бога, содействием Его благодати и с посылаемой в церковных таинствах. И если мы действительно будем стараться жить по совести, по правде Божией, то многое изменится и в нас, и вокруг нас. Жизнь обретет глубокий смысл и исполнится неприходящей духовной радостью. Сам Господь, источник жизни и бессмертия, да поможет всем нам спокойно и уверенно идти по предначертанному свыше пути, Ничего не боясь и не унывая, радуясь и благодаря Бога за все, руководствуясь Его божественными словами, запечатленными в Священном Писании, и бережно храним их Церковью. Аминь. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. Ангелы провозгласили пришествие в мир Спасителя словами «Слава Вышней Богу и на земле мир в человецах благоволения». Это божественное откровение. Ангелы сказали о том, что Спаситель, родившийся в Вифлеемской пещере, принесет миру мир и в человецах благоволение. И мы знаем, что если жить по Божьему закону, простому и ясному для любого человека, то тогда в душе будет мир, мир будет вокруг тебя. А если все будем жить по Божьему закону, то и в мире будет мир, и отступят все войны и всякая человеческая несправедливость. Известно, что в течение всей истории лучшие умы создавали некие учения, следуя которым люди могли бы достичь мира и всеобщего благоденствия. Мы знаем, что и в нашей стране еще совсем недавно многие были уверены в том, что если следовать неким философским взглядам, которые были господствующими в нашей стране, то можно достичь и мира и благоденствия. И на это были направлены все силы сверхдержавы. Но знаем, что не получилось. И не может получиться ни подлинного мира, ни подлинного благоденствия, если мир Божий не снизойдет в человеческую душу. Вот если этот Божественный мир, который провозгласили ангелы, сойдет в человеческую душу, воплотится в человеческих поступках, тогда, конечно, будет мир и благоволение в человечествах. Но сегодня мы видим нечто совершенно противоположное. Все мы знаем, что на территории нашей некогда единой, огромной страны сегодня происходят тяжелейшие события. Когда люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, когда реально проливается кровь. И это совсем рядом. Это на территории исторической Руси. Поэтому не можем мы быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку. И сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь преклонил милость свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась эта междоусобная брань, чтобы водворился мир. И верим, что по милости Божией так и произойдет. Но в ответ на Божье благоволение люди должны со своей стороны употреблять усилия, чтобы быть достойными божественного благоволения. А поэтому всякое установление мира там, где мира нет, требует огромных усилий. И в первую очередь всегда от тех, кто вовлечен в конфликт, требует некоего самоограничения в своих требованиях, в своих устремлениях. И если противоборствующие стороны способны принимать на себя обязательства по такому самоограничению, тогда и достигается мир. А без этого только лишь перетягивание каната. Дай Бог, чтобы на земле Казахстана, отмеченного подвигом множеством новомучеников и исповедников Церкви нашей, водворился, подлинно водворился мир. Мы будем молиться об этом, трудиться и надеяться на то, что так и будет. Я бы хотел поблагодарить сердечно всех вас, дорогие мои, кто сегодня пришел и вместе со своим патриархом возносил эти молитвы, обращая свой мысленный взор к новорожденному Спасителю. Я бы хотел поблагодарить наших гостей, католического архиепископа Паула Петци, который пребывает здесь, в Москве. Я благодарю вас за то послание от Папы Франциска, которое вы передали мне. Я очень ценю те добрые отношения, которые между нами сложились. И дай Бог, чтобы эти отношения преломлялись во многих и многих добрых совместных действиях, в том числе и направленных на достижение мира там, где мира сегодня нет. Я хотел бы еще раз поблагодарить всех преосвященных владык, которые вместе со мной сегодня совершали божественную службу, наше духовенство и всех вас, мои дорогие. Пусть благословение Божие, покров Царицы Небесной, пребывает над нашим Отечеством, над народом нашим. Пусть Господь милость Свою прольет на всех тех, которые сегодня вовлечены в конфликты, в междоусобную брань, кто в сердцах, чьих поселилось ожесточение, злоба и стремление силой победить противника. Ангельский голос. Слава Вышней Богу и на земле мир в человеческом благоволении. Вот подлинный ключ к установлению мира и человеческого благополучия. И мы с Вами владеем этой тайной божественного замысла. Нам только стоит напрячь свои силы, чтобы в личной, семейной, общественной жизни утверждать великую истину и великую ценность, провозглашенную ангелами в святозарную ночь Рождества. Я еще раз всех Вас сердечно поздравляю. И пусть благословение Божие пребывает над всеми нами, дабы в сердцах наших никогда не угасала вера и надежда на Господа, и никогда не умолялась сила молитвы, которой мы и привлекаем божественную силу в нашу жизнь. С праздником Вас поздравляю, дорогие мои!